Всем привет, с вами команда Car2day. Сегодня мы хотим с вами поговорить о очень популярных сигнализаторах от компании Fox MR Plus и MXR Plus. Первый у нас на обзоре будет сигнализатор MR Plus. Буквка R в сигнализаторе говорит о том, что он имеет радиоканал и именно эти сигнализаторы являются самыми простыми, у которых присутствует пейджер. Он поставляется вот в таком жестком чехле. Есть версия сигнализаторов 3 плюс 1 или 4 плюс 1. Так, давайте посмотрим, что у нас в комплекте. В комплекте у нас идет 4 сигнализатора, 1 пейджер, веревочка для пейджера и специальные отвертки для того, чтобы настраивать сигнализаторы и менять батарейки. Также есть инструкция на русском языке и гарантийный талон. В этой версии сигнализатора у нас есть единственная регулировка громкости, также есть светодиоды, которые горят только красным цветом. Несмотря на то, что это самые простые сигнализаторы, начинка в которой в них используется является такой же первоклассной, как и в топовых сигнализаторах. Эти сигнализаторы отличный вариант для начинающих рыболовов. Они может быть не обладают богатым функционалом, но они справляют свои главные задачи. Они точно сигнализируют вам о поклевке. Система фиксации поклевки, которая есть в этих сигнализаторах, используется точно такая же, как и в самой дорогой и старшей модели сигнализатора Fox серия NTXR. Давайте подробнее посмотрим на сам сигнализатор. Он находится в кейсе вот в таком защитном колпачке. Стоит отметить, что этот колпачок нельзя правильно одеть, если вы вдруг забыли выключить сигнализатор. Только в положении тумблера наверх, в выключенном состоянии, можно зафиксировать колпачок. У сигнализатора есть единственный регулятор, который увеличивает или унишает громкость, но он работает так, что вы каждый раз чувствуете щелчок при изменении громкости сигнала. Этот регулятор очень эргономичный. Когда сигнализаторы стоят у вас уже на ротподе или на бузбаре, вы одной рукой можете его переключать. Это очень удобно. В месте, где будет находиться ваше удилище, по краям используются специальные резиновые вставочки, чтобы удилище не проскальзывало. В задней части сигнализатора находится специальный разъем, куда можно подключить свингер со светодиодной подсветкой. На резьбе есть специальная толстая резинка, которая позволяет вам поймать правильное положение, но при этом плотно закрутив сигнализатор на вашем ротподе или на бузбаре. Сам сигнализатор полностью герметичен, также герметичный батарейный отсек. На каждом сигнализаторе стоит специальная маркировка Water Tested. Это говорит о том, что сигнализатор уже на заводе проверен на протечку. Сигнализатор работает на двух мизинчиковых батарейках. Теперь давайте посмотрим на пейджер. Что любопытно, пейджер сделан в очень таком тонком дизайне, что очень удобно. Вы можете себе его положить в карман, и он вам не будет мешаться при ходьбе. На самом пейдже у нас четыре ярких красных светодиода. Стоит отметить, что в наборе 3 плюс 1 пейджер комплектуется также с четырьмя лампочками, и вы в любой момент можете отдельно докупить сигнализатор, и он приконнектится к вашему пейджеру. Пейджер также полностью герметичен. С помощью специальной отвертки, которая идет в комплекте, мы откручиваем батарейный отсек. Здесь есть такая специальная выемка для того, чтобы вам было удобно открыть его. Сам пейджер работает на трех пальчиковых батарейках. С обратной стороны пейджера есть специальная кнопочка для того, чтобы вы могли подсоединить сигнализаторы к пейджеру, и все с помощью той же отверточки можно нажимать на эту кнопочку. В этом пейджере используется очень мощный передатчик, и, к примеру, если между вашим лагерем и местом, где стоят сигнализаторы, очень густая листва или очень сложный рельеф, то вы можете быть уверены, что сигнал вы точно услышите. Большое достоинство сигнализатора Fox. Независимо от того, если на всем водоеме каждый рывалок будет использовать комплект сигнализаторов Fox, никогда не будет у вас помех, и вы не будете фиксировать чужие поклевки. Ну, а теперь давайте попробуем настроить эти сигнализаторы и послушать, как же они звучат. Первоначальная настройка очень проста. Мы включаем пейджер, повернув рычажок громкости. Дальше нажимаем на кнопочку и удерживаем несколько секунд до того момента, как у нас начнет мигать наш первый сигнализатор. Сигнализатор номер один. Переключаем тумблер в нижнее положение, которое говорит нам о том, что он включился. Пейджер тут же регистрирует этот первый сигнализатор и загорается следующая лампочка номер два, которая говорит о том, что нам надо синхронизировать второй сигнализатор. Включаем его. Также регистрируется второй сигнализатор и по такой схеме мы с вами присоединяем все сигнализаторы к пейджеру. После того, как мы настроили синхронизацию пейджера и сигнализаторов это делается однажды в последующей вашей рыбалке когда вы будете разбираться собираться менять водоемы этого делать уже не нужно давайте попробуем включить наши сигнализаторы включаем первый сигнализатор на пейджере у нас индикация по первой лампочке включаем 2 индикация по второй лампочке все отлично давайте послушаем и посмотрим как это все работает но для того чтобы нам испытывать сигнализаторы нам кое-что понадобится видите вот эту визиточку которым написано карпишинг старина руб хьюз нам однажды сказал парни вы когда будете рассказывать про сигнализаторы fox возьмите вот мою визиточку он нам оставил на ней автограф свой когда будете вот так вот проводить есть несколько способов как нам слышать наши сигнализаторы первый способ когда звук на самих сигнализаторов у нас отключена звук включен только на пейджере здесь выключена происходит сигнализация у нас с вами загораются индикация на самом сигнализаторе и второй сигнализатор на пейджере звук приходит только на пейджер второй способ звук включен и на пейджере и на сигнализатор пишет и сигнализатор пишет и пейджер звуковую сигнализацию можно как включить на самом сигнализаторе так и на пейджере можно варьировать эти ситуации можете на сигнализаторах Выключить, на пейджере оставить В общем, здесь уже как удобно Хочется отметить очень эргономичный тумблер Он находится вот в таком удобном месте И когда вы ставите удилище и натягиваете вашу леску Для того, чтобы сигнонизатор не издавал лишних звуков И не беспокоил нервных соседей Вы всегда можете перед настройкой его отключить Леску натянуть И только когда вы уже отходите от вашего рутпода Напоследок включить его Все мы любим сладкий звук паровоза И давайте теперь послушаем, как звучит при паровозе сигнонизатор Fox Предположим, подошел карп к нашей насадке И начинает ее пробовать Звук такой невзрачный Потом он понимает, что он на крючке И тут начинается самый настоящий паровоз Маленький совет в этот момент Выбегайте из палатки аккуратно Если вы вдруг спите Часто люди выходят в закрытую дверь Будьте осторожны Ну а сейчас давайте поговорим о серии MXR Plus Она имеет очень много общего с предыдущей версией MR Plus Они также полностью герметичные В них используются те же самые цифровые платы Но есть несколько отличий Давайте про них поговорим У этой серии сигнализаторов есть три ключевых отличия Первое Светодиоды здесь используются цветные Можно включить пейджер и посмотреть Огоньки пробежали цветные Используются красный, оранжевый, зеленый и голубой Второе отличие На сигнализаторах появился регулятор тональности Тональность можно регулировать с помощью вот этого переключателя Которого горит буковка Т Также каждый тон характеризуется специальным щелчком Третья отличительная особенность Эти сигнализаторы имеют различную чувствительность Включается с помощью вот этого тумблера В верхнем положении тумблера сигнализатор выключен В среднее положение сигнализатор имеет слабую чувствительность И в нижнее положение сигнализатор имеет высокую чувствительность Разная чувствительность нужна для того, чтобы мы могли настроить сигнализатор таким образом, чтобы он не издавал лишних звуков. Например, если вы поставили ротпод или бузбары на понтон, который на воде немножко колышется, тогда чувствительность ставим в среднее положение, и сигнализатор будет отсекать такие ложные звуки. Но если ваш ротпод или бузбар установлен на ровном твердом грунте, то мы рекомендуем включать самую высокую чувствительность для того, чтобы вы могли точно определить поклевки. Например, если карп осторожный, он может потихонечку брать вашу насадку, и вы всегда сможете понять это, услышав маленькие короткие пики. А теперь давайте посмотрим на работу сигнализаторов в действии. Когда мы включаем сигнализатор, на нем горит индикация в виде синей лампочки, также мы видим эту самую индикацию на пейджере. Включаем другой, зеленая индикация. Та же самая лампочка у нас горит на пейджере. Давайте теперь послушаем все тональности, которые есть в этой серии. Итак, первый звук, это самый такой пищащий. Вот такой он. Переключаем дальше. Обратите внимание, что звук меняется как на сигнализаторе, тон, так же такой тон мы слышим с вами на пейджере. Идем дальше. Давайте проверим, если у нас будут на каждом сигнализаторе настроена своя тональность. Надеюсь, поставим самый пищащий. Синий у нас пищит очень звонко, а зеленый звучит очень глухо. Поэтому вы всегда можете настроить, как вам по вкусу, и уже по звуку отличать, какой дириж у вас сработало. Если мы, к примеру, разносим эти сигнализаторы на одиночной стойке, одна стоит в самом начале сектора, другая стоит, например, через 30 метров, то по звуку сигнализации вы уже можете, выбегая из палатки, знать, кто вам бежать, налево или направо. Очень удобно. На наш взгляд, именно серия MXR является самой универсальной, именно поэтому она заслужила такую популярность среди карп-пятников. Немаловажный аспект – это гарантийное обслуживание, поэтому покупая товары в магазине карпшоп.ру, вы всегда можете рассчитывать на качественный сервис и гарантию. С вами была команда Carp Today. Подписывайтесь на наш канал. Всем привет! Субтитры подогнал «Симон»!